Эти дети могут практически все. Рисовать, петь и даже моделировать костюмы. В Чувашском государственном институте культуры и искусств сегодня открылся республиканский фестиваль «Одаренные дети Чувашии». Форум проводится уже четвертый год. За это время в нем приняли участие свыше 300 учеников детских художественных, музыкальных школ и домов детского творчества республики. На этот раз ребята могут проявить себя в семи номинациях. Такие конкурсы нужны для того, чтобы дать именно дорогу молодым звездочкам и для их стимула, чтобы они у нас не были только участниками районных конкурсов. Это, во-первых, свое родо определенная ступенька и может быть больше интерес, потому что они находятся в кругу таких же своих сверстников. У участников фестиваля большие возможности. Можно попробовать нарисовать картину, создать оригинальный костюм, спеть народную песню и даже сыграть на любимом инструменте. Запомнилась, конечно, все-таки музыка, в которую дети играли. Просто отлично играли. Мне в это удовольствие вообще. Фестиваль, ну, вроде бы, вышел нормально. Мне все понравилось. Пожалуй, самым долгожданным и приятным моментом стало вручение школам сертификатов на приобретение новых музыкальных инструментов. Сегодняшняя встреча, она тоже не обойдется без подарков. Как было здесь сказано, будут вручены сертификаты на музыкальные инструменты. Это было личное поручение главы республики о том, чтобы в год культуры обновить по возможности в музыкальных школах, соответственно, те инструменты, которые, к сожалению, за прошедшие годы не покупались. Надеюсь, что эта акция будет не единственная. В дальнейшем такая же работа со стороны правительства будет проводиться. Так что совсем скоро в музыкальных школах и школах искусств появятся новые фортепиано, домры, скрипки, аккордеоны, баяны и балалайки. Впервые за последние два десятилетия будет закуплено около ста качественных и дорогостоящих инструментов. Вы представляете, Чувашская республика сегодня приняла музыкальные инструменты на 5 миллионов рублей. Это очень важно для дальнейшего развития всего нашего музыкального искусства. Это будущее наших профессиональных коллективов. Я надеюсь, что данный проект, данная программа, она будет помогать для дальнейшего развития художественного образования. Это будет творческим стимулом для развития и поддержки одаренных детей в нашей республике. Создание условий для развития и поддержки юных талантов – одна из главных целей фестиваля. Кстати, победители республиканского уровня будут представлять нашу республику на Всероссийском форуме «Одаренные дети России». Юлия Важенина, Евгений Анитимов, Республика.